Добрый день. Здравствуйте. Меня Елисей зовут из Красного Дара. Так, я не понял, что вы говорите. Елисей меня зовут. Я понял, что Елисей зовут. Там видно. Да, вопросы есть. Хотел задать вам. Давайте. Вот тут в Псалмах, Псалом 28 стих 1. Принесите Господу Сына Божия, принесите Господу жертву агнца. Как вы считаете, можно ли сейчас приносить жертву? Но я грек по национальности. У нас принято приносить жертву животных. Нет, там жертву предсказывало пришествие Христа. Евангелие от Иоанна, 1 глава 29 стих на это говорит. Евангелие от Иоанна 1, 29. Хорошо. Да, он является агнцем и все принесет на Голгопе жертву. Другие жертвы все отпали. Понял. Второй вопрос. Как вы относитесь к запрету посещения женщинами горе Афон? Правда ли, что самая Богородица запретила? И откуда у них такой устав у монаха в Афонах? Ну, и что, смысл какой? Вопрос в чем? Ну, как вы относитесь к запрету посещения горе Афон женщинами? Ну, все это выдуманное. Но если это уже есть, пускай и соблюдают. Господь нигде не учил, чтобы на горе скрывались, и там козу даже нельзя пускать. Хорошее мнение о монахах. Идите по всему миру. Слово идите, движение, проповедь. Просидели 2 миллиарда мусульман, а это все православные были бы. Понял. Надо ли повторять, Господи, помилуй, 40 раз, как у нас принято? Нет, не больше трех раз. Такого больше в Библии нигде нету. Господь говорит, воззови ко мне, я услышу тебя. Услышит. Он не глухой, чтобы ему 40 раз повторять. Ты 40 раз повторишь, что тебе надо. Господи, избавь меня от пьянства. Ты можешь сказать, Господи, вот такое дело, сколько молюсь, а начальник преследует меня. Смири его сердце, обрати его. То есть просьба, это можно. А чтобы одно, Господи, помилуй, Господи, помилуй, этого нету нигде. Это обман. Называетесь и хасты какие. Нет этого? Больше двух раз нету. Мы допускаем три раза ввиду Троицы. Понял. Почему при крещении меняют имена? Нет, это только при желании. Явно есть, когда желание. Вот, допустим, у нас немец обратился, а он, его звать Генрих. Вот. Ну и как? Теперь, как кто будет? Он берет имя Геннадий. Это разрешается. Вот, как, допустим, был Савл, стал Павел. Почему? Потому что меняется жизнь. И он делается другим человеком. И поэтому, согласно его, кем он будет дальше, меняется имя. А вот сколько у нас крестили, такое имя остается. Ну, это при желании, правильно? Ну, при желании. А бывает так, имя, да, ну, допустим, Римма. Римма мужское имя, а женщина названа по неболе, надо менять это имя. Это имя-то мужское. Инна и Римма, это два имени мужские, а их женщинам присвоили. Я понял. Ну, это при желании, правильно? Это тоже, это уже не желание, это обязанность, непременно. Потому что у нее имя не то, или тракторина бывает, называют, октябрина. Это я понял. Ну, вот, я грек, и имена у нас много античных имен со времен античности. Ну, от греха, идиоген, и вот, при крещении, ну, отца Исхил зовут, там, при крещении, Исихи назвали, там, жена Элина, Елена, правильно ли это? Ну, то есть, не спрашивают, желаешь или не желаешь, просто берем, там, то, что похоже, то, что близко по звучанию, и вот, как бы, обозначаем, да. Может и так, но главное, вот, у нас, допустим, назвали, как, какой на этот день святой, а там три, и кого избрать, не спрашивает тот. Вот, вот у меня старший брат Самуил, я Игнатий, брат моложе меня на пять лет священник Иоаким, а Иоаким, это отец Богородицы. Вот, дяди у меня три ушли на фронт, Макари, Филарет, Эммануил. Сегодня ни одного имени нет из этих. Ну, понял. Вот, Игнатий Тихонович, славянский язык, я вот не знаю, читать, читаю, я, ну, как бы, выучил, книжки приобрел, письменность, то есть, ну, читать могу читать, сам язык не понимаю. То есть, для меня это такой же иностранный язык, как английский. А это о каком языке, о каком языке говорите? О славянском языке. Да, козачем славянский, считайте на своем родном. Я читать могу, но понимать не понимаю, то есть, не разумею. Вопрос такой, вот то, что вот на славянском языке, ну, настаивать, то есть, и псалтыри читать, многие чуть ли не это ближе к Богу становятся, или как-то. Но если я читаю и не понимаю, ну, как я... Ну, все растолковал, оно не противоречит. В одном месте говорится, и богатые нуждаются в помощи, а другой, говорит, и львы ищут пищу. Ну, богатые они, как и львы, поедают все. Так что, противоречий нет. То есть, читаем на том языке, который мы понимаем. Да, именно так. Господь говорит, что именно так дал разные языки. Почему в день пятидесятницы опустился Дух Святой в виде языков? Они стали говорить на разных языках. Понял. В салтыри есть тут имя, я думаю, что это имя. Вот Асаб. Кто такой Асаб? Ну, это один из руководителей хора. О них ничего больше не известно. И поэтому Давид писал, а потом уже было установлено, кто из хориста под какую музыку будет исполнять. Понял. То есть, ну, это не псалма Давида, это уже другое. Может быть, может быть так. Может быть. Это уже стоит ли входить вот в храмы, где все, ну, вот у нас, в принципе, вот православные, неважно, русские, там, греческие, везде одно и то же. Да, и в Грузии тоже. Стоит ли входить в храмы, где все за деньги? Ну, даже жертва приношает, ну, жертва там, ну, обозначается с ума. Это называется, как бы, жертва, но если там цифра, то это, как бы, уже не жертва, ну, покупается, грубо говоря, в принудительной форме. Вот стоит ли туда входить? Ну, если уже другого храма нет, уходите, но сами не участвуйте, и все, стой, где-нибудь там в уголке, молись, благодари Бога. Ну, то есть после службы, вот ходят, ну, к каждому человеку подходят с подносом, и неудобно, один дает, допустим, рубль, другой сто, а третьему, ну, это вообще ситуация для человека, прямо провалиться в землю, ну, если нет, то у него. А у нас царелка не ходит, ни за крещение, ни за венчание, деньги не берутся, нигде. Деньги вообще в храм не входят. И мы живем, свечи чисто восковые, и они догорают до конца. Агархов нету, почему? Все сожжения. То есть в храм можно ходить, но не участвуют? Не участвуют. Стой и молись. Опусти голову вот так вниз, и молись, Господи, я пришел рассказать о своей немощи. Помоги мне, Господи, не соблазняться этим. Это уже церковный бизнес. Ну, там благодать есть, если нет, все. Ну, благодать не зависит от того, как мы там, что. Господь делает. Иногда пришли принимать крещение. Это его мальчика приняли, крестили. А на следующий раз пришли. Она говорит, надо подойти к священнику, там что-то дать ему. Он говорит, а он связанный лежит под скамейкой. А это кто? Это ангел службы ведет. Вот такой рассказ есть. Ну, так я могу и дома читать, в принципе. Нет, не заменишь церковное, потому что здесь и хор ангельский, как Златоус говорит. Мы придержимся этого. В храм обязательно хотя бы два раза. В субботу вечером и в воскресенье литургия утром. Ну, а причастие принимать вот этих священников? Четыре раза в год. Может быть меньше, но не больше. Четыре поста. И когда Россия... Не каждую неделю, да? Не каждую неделю. Да какой каждый-то? Такого никогда не было. Это уже просто они не знают, чего. Причищайся. Это необыкновенное дело. И чтобы каждый день это можно привыкнуть вообще ни за что не считать. Недостойно причищается. Многие больны, немало умирает. Вот откуда болезни идут. Недостойно причищаются. И жизни нет никакой. Игнатий Тихонович, ну, не столько веры, сколько для общего развития. Вот Христос был распят или повешен. И имеет ли это значение для христианин? Повешен и распят и одно и то же слово. То есть его прибили, повесили вверху. Я имею ввиду, гвоздями прибили или веревками? Гвоздями, гвоздями. И руки-то уже не прорвали. Считают, что привязаны веревками были руки. Иначе гвозди вырвал это. Ладонь-то оторвалась бы. Как рисуют? Ну, так и принимаем. Ну, на кресте рисуют просто гвозди. Но на самом деле тело не может удержаться. Как в молитвах вы упоминайте Бога? Вообще, ну, кроме Иисуса Христа. Всевышнего, как вы упоминайте? Ну, как написано. И Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцеление мощи нашей. Имя Твоего ради. Дальше. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и Присное. Во веки веков. Аминь. И дальше. Отче наш, Сущий на небесах. То есть, все молитвы церковно. Имя не Твоего ради. А имя-то какое? Имя Иегова. Восемь раз говорится. Яхве. Ягве. Когда Моисей говорит, они меня спросят, а как тебе имя? Господь говорит, скажи им. Имя мое Иегова. У меня вот это, следующий вопрос был. Где и кому было открыто имя Всевышнего? Моисея. Моисея, другим людям. Восемь раз в Библии. Но в оригинале, в оригинале, больше семи тысяч раз слово Иегова. Больше семи тысяч раз. А его заменили словом Адонай. Греческое. Господь. Так, еще вопрос такой. Нужно ли читать «Життя святых»? Можно. Продолжу. Вопросы задают. Нужно ли читать? Ну вот некоторые зачитываются так, что вот забывают про законы Божие. Я вот просто как художественную литературу уже читают, забывая и зачитываясь, и восхищаются. Я вам скину материалы, где я начитываю все 12 томов Дмитрия Ростовского. 1173 «Жития». Голос, аудио. У меня полностью начитанный «Златоуст», «Жития святых», 5 томов «Добротолюбие». Примерно 50 томов еще в 80-е годы я начитал. Когда меня судили. Ну вот для меня первым делом, вот как я считаю, это закон Божий, Евангелие. Вот потом, уже потом, где-то на какой-то строчке, на какой-то полке, это уже «Жития святых». «Жития святых» – все нужно смотреть через призму священного писания. Что об этом говорит Библия? Нет ли противоречия? Нет ли противоречия? А вот, в принципе, это даже не вопрос. Иисус или Иисус – это, наверное, что ли вам? «Ешва». «Ешва». А почему? Потому что у греков буквы «Ш» нету. И они перевели «Иисус». А от них мы приняли. А на самом деле «Ярушалаим». «Ярушалим» – «Ярушалаим». «И суббота» – «Шаббат». Как вы относитесь к медицине, Игнатий Степанович? Кому? К современной медицины? К медицине? Да. Ну, как в пределах разумного. Я ни одной таблетки еще не съел. Мне 84 года. А как? Ну, если вы прощаетесь, да? Ну, вот и зелень там, что-то назначают свои. Там укроп. Яблоки. Потом сейчас вот капуста где-то. Я заменяю все. Я мясо не ем, в рот не беру. И Господь благословляет. Дает здоровье. Игнатий Тихонович, я с такого места родом. Ну, сперва была это Российская империя, потом Советский Союз, потом Грузинская ССР, но район Цалка. Там, где община жили греки. И женитьба, замужество только между собой. То есть, сейчас, когда мы вот уже, нас раскидало по всему миру, ну, мы в России, кто-то где-то еще. То есть, нормально это уже и в порядке вещей, когда других берут. Жены и женятся. Я к этому отношусь, ну, как бы, неправильно считаю это. Какое нормально-то? Одна должна быть, одна. Христиане, какая разница? Вот, допустим, ну, русские христиане, другие христиане, братья. Ну, да, братья братьями, но понимания нету в семье. Ну, и всего остального с точки зрения религии и веры. Но нас же Бог разделил по языкам и по всем этим. Ну, тут тоже, наверное, какой-то смысл есть, что это неправильно. Как вы считаете? Ну, видите, в вопросах женеть бы, тут меньше всего разум действует. Понравилось, женился, а она не понимает. Ну, ты сам думай. Парапор. Вот, если благословение родительское, родители... Апостол Павел говорит, остался без жены, нищей жены, ибо будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Вот и весь ответ. Поним. Так, и еще такой, молитву... Можно ли молитвой помочь усопшим, ну, вытащить, грубо говоря? Мы считаем так. А Библия говорит по-другому. Об этом говорит 16 глава Евангелия от Луки и 2 послание к Коринфянам. Запишите. 2 послание к Коринфянам, 2 Кор, 5 глава, 10 стих. Там ответ. Всем нам надлежит предстать присудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое, а не то, что за меня сделают. Да, я молюсь за умершую, как православное принято. Но это утешение самому, что, может быть, как-то и помогает. Но на самом деле за гробом покаяния нету. И Бог судит по тому, с чем ты ушел. Мы родители поминаем. И умирает кто-то знакомый, близкий, верующие были. Всегда поминаем. А к музыке, к музыкальным инструментам как относитесь? Смотря какой музыкальный инструмент. Конечно, рок-музыка тяжелая, проще запрещенная, как бесовская. А хорошая музыка приветствуется. Особенно органные мелодии, которые у католиков есть. Органы играют. Там небесное озвучание. То есть стихи сочинять, ну, как это кто-то назвать, стихоплес, там нормально. Нормально. У меня сейчас выходят четыре книги моих стихов. Называется «Пропадь в стихах». В каждой четыре тома сразу выходит. Каждый том 880 страниц. Каждое стихотворение девять куплетов. И поэтому есть у меня примерно 80 стихотворений, которые положены на музыку и исполняют с музыкой мои стихотворения в интернете. Я могу сразу скинуть вам. Да. А в Библию где нужно получить? Вот то, что у вас всегда говорите, что перевод там какой-то правильный. Ну, Новый Завет полное толкование блаженного фофилакта. Вот «Грех блаженного фофилакта» мы переиздали. Сейчас второе, третье издание уже сделали. Три тома вместе с толкованием апокалипсиса. Каждый том 752 страницы. В каждом томе 80 иллюстраций Гюстава Доре. Раскрасили. Это чудесно получилось. А где можно приобрести? У нас можно приобрести. Я вам дам данные, вы там сделаете заказ, переведете деньги и получите три тома. Хорошо. Полно называется. Полный. Каждый... Вы сообщением отправите, да, сюда? А? Вы сообщением отправите, да, сюда? Я вот здесь вам сразу скину и всё. Вы порядок такой, когда перешлёте там и сразу, чтобы квиток сфотографирован был. И скажут, сколько за пересылку. Вот это вот у нас сейчас идёт пять тысяч пятьсот за три книги. Пять тысяч пятьсот. Это какие деньги-то это? Вообще не считают. А пересылка, это если бы за границу, хорошо бы здесь быть. Чтобы у кого-то получили и всё. И обязательно... После этого сделайте снимок с книгами в руках. Чтобы мы увидели, что вы получили. Игнать Тетанович, есть ли в Краснодаре что-то такое похожее вот как у вас там? Я не знаю. Я знаю только в Краснодаре. В Краснодаре. В Центральной библиотеке мои книги. У меня разных томов вышло. 38 томов книг. Как писатель. И там в библиотеке вы можете взять и почитать. Если желаете, можете все книги приобрести, купить. Ну, а полная со Старым Заветом, то есть там Притчи Соломона, всё вот это... А это Библия, Библия. Я говорю о книге, там я отвечаю на вопросы, как мы строим деревню. Я директор детского лагеря, 45 лет был. Сам создал лагерь и без помощи государства тысячи детей подняли. Понял, хорошо. Ну, вопросов у меня нету. Всё, я сейчас вам скину данные. Вы по ним определитесь. Всё, я тебя нанесю, скину вот, По ним Brания. Всё. Всё, я сейчас скину.